ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Что же не так с этой машиной и чего ей не хватает Ну и как вы уже поняли, речь пойдет сегодня о советском, премиумном тяжелом танке седьмого уровня ИС-2 Обсудим мы, как всегда, сначала голые циферки, с прокачиваемым собратом ИС-ом, само собой сравним Ну и потом уже будем непосредственно об игре говорить и делать какие-то выводы Начнем мы с самого противного, что есть у этого танка, а именно с орудия Чтобы вы понимали, пушка здесь один в один, циферка в циферку, как у прокачиваемого собрата ИС-1 За исключением одного параметра, стабилизации И, к сожалению, ИС-1 обладает, ну, просто ужасной стабилизацией, оно и понятно Однако у нашего ИС-2 этот показатель еще хуже Даже несмотря на то, что динамика у него послабее будет Так что вы понимаете, чем это вам грозит Не попадать с 20 метров в цель размером с дом Это абсолютно нормально для этой пушки Точно так же, как и советские вертухи отвешивать на ходу на 500 метров По поводу остальных параметров Альфа-390 – мощнейшая дубина для седьмого уровня За которую мы расплачиваемся всем Комфорт стрельбы, как вы поняли, никакущий Время сведения ужасное Так еще и пробитие 175 миллиметров на ББ И 217 на подкалиберах То есть, ладно там танки девятого уровня Даже к восьмеркам попадая Некоторым целям вы абсолютно ничего не можете сделать Даже на голдовых снарядах И если ИСу обычному есть что противопоставить взамен Об этом чуточку позже То наш герой, ну просто ему остается стоять напротив противника И щекотать броню Пока добрые союзники его не убьют Ну или вы сами не отправитесь в ангар И мало того, что мы в уязвимые зоны Не всегда-то с таким пробитием наносим урон Так мы в них еще и попасть в принципе не можем По объективным причинам в лице комфорта стрельбы Благо хоть ДПМ для седьмого уровня ничего такой Но его по факту считайте нет Так как из пяти выстрелов у вас Ну максимум три залетит в противника Это прям потолок Поэтому итог по нашей пушке Реализовать ее альфу Ну просто нереально Понимаете, насколько бы жестко Ваше орудие не бахало Ну вы не сможете комфортно настреливать Пока у вас не будет что-то вдобавок к этой альфе И к сожалению у нашего героя Как раз ничего кроме этой самой альфы нет Разве что щепотка советской магии Куда без нее Но этого само собой недостаточно Броня По идее это именно то, что должно выдвигать нашего героя На передний план в сравнении с СОМ первым Да, номинально у нашего героя Вэлда 100 миллиметров У прокачиваемого 120 Но если у СА-1 оно странной формы И в одном месте угол просто запредельный А в другом его нет вообще Так что пробивают все кому не лень У нас же угол одинаковый И сплошная по факту бронеплита такая Которая обладает приведенкой Ну скажем так От 110 до 190 миллиметров В зависимости от угла вхождения снаряда Хммм, неплохо Поеду танковать Подумаете вы А нет, ребят Не поедете Когда это ИС считали плохим за слабое ВЛД Да никогда У нас башня 100 миллиметров Люк еще огромный на этой башне Так что любой целясь в район маски Пробивает и наносит стабильный урон Тут не надо никакой НЛД даже выцеливать Которое тоже 100 миллиметров Просто выстрелил в лоб башни Пробил Выстрелил в лоб башни Пробил Сплошная романтика Только вот для тех Кто по нам стреляет А не для нашего героя Даже бортом толком потанковать не можете Потому что Во-первых Вы подставляете щеки А во-вторых Как только вы высовываете вашу башню Вам сразу в нее прилетает Ну и что же получается Будучи с пятерками Вы царь и бог Просто все живое сносите Настреливайте по 3К в каждом подобном бою Но попадаете вы к танкам седьмого уровня и выше Броня Не, не слышал, ребят Какой смысл в этом ВЛД С действительно неплохой приведенкой Когда у нас башня 100 миллиметров И вам в это ВЛД никто и не стреляет Ну и бонусом таким в придачу Наш герой создан В лучших традициях советского танкостроения Наподобие таких танков Как Т-62 и Объект-140 И вы спросите логично А это почему? А потому Что баки у ИСа-2 во лбу И любой выстрел с пробитием в ВЛД Ну или скажем в каток с уроном Вас могут поджечь Пам-пам На ИСе-1 я с такой проблемой не сталкивался Здесь же стабильно После нескольких поджогов Я принял единственно верное решение Это убрать нафиг отсюда доп-пайок И поставить огнетушитель Без которого здесь по факту играть нельзя Ну а теперь один из главных моментов Почему же ИС-1 нормально играется С такой косой пушкой И да, хоть и получше стабилизация Но разница минимальна А все просто, ребят У ИСа-обычного, как для тяжелого танка Есть отменная динамика И он катается крайне быстро Может резко вкатить Сблизиться с противником Дать на 390 И обратно закатиться Может вообще с СТ-шками попробовать поехать И в целом это действительно будет иногда реально хорошей идеей А что же наш инвалид? А у нас якобы броня, ребят За которую он расплачивается удельной мощностью Да так, что по итогу он катается наравне с КВ-2 То есть как настоящий такой неторопливый тяжелый танк Только вот кроме как альфа урона и плохой динамики У нас от тяжелого танка нет ничего Поэтому даже на ТТ направлениях мы не можем себя нормально реализовывать Если есть хотя бы один танк восьмого уровня и выше По динамике ИС-2 даже близко не стоялся с ОМ-1 Поехать с СТ не успеете Переехать сменить фланг Да, тоже в текущих турбобоях вы весь бой это будете делать И все что касается динамики по факту ну просто печаль беда Ну и по поводу обзора Танк советский, то есть слепой котенок Так что ничего не ждите Здесь всего лишь 350 метров Касательно модулей, которые я сюда поставил Это досылатель, приводы наводки и оптику На ТТ часто ставят вентилятор Но на седьмом уровне все-таки важно иметь хоть какой-то обзор Чтобы в соло быть способным тащить когда это нужно Поэтому оптика я считаю здесь обязательно Ну и приводы логично, чтобы комфортней хоть на миллиметрик сводиться Стабилизатор, как вы понимаете, сюда поставить нельзя А хотелось бы Ну и про доппай, как я уже сказал, забудьте Танк горит, без огнетушителя никуда И что же по итогу у нас получается Получается условно тяжелый танк поддержки Да-да, именно поддержки Потому что в соло ехать и нагибать, будучи с танками своего уровня и выше Он не может Да, попадете вы в топ к пятеркам и буквально убьете все живое просто в ноль Именно в топе этот танк может реализовывать себя как никто другой Броня там действительно есть Бой навязываете вы Потому что все именно от вашей динамики пляшут Ну и за счет брони вы можете сближаться и соответственно попадать с нашей-то пушки Но будете вы с восьмерками, с девятками и все Без союзников и вздохнуть лишний раз не сможете Я уже не говорю, что раз он медленнее, то и артиллерия нам неплохой такой салют на 9 мая устраивает Ну и вдобавок критует все, что можно То есть, почему из первой на седьмом уровне хороший сильный танк? Потому что у него есть динамика, за счет которой он везде успеет Отовсюду в случае чего уедет Ну или куда-то резко вкатит, сблизится, выдаст альфу, не получив при этом урон Наш же паровозик пока дочучухает Получит от всех, кому не лень Брони-то нету Так еще и если уезжать придется, он и учучухать нормально не сможет Ну и его орудие, стреляя с которого можно забыть про слово стабильность Ибо можно промахнуться с 10 метров и попасть на 500 в одном и том же бою От него жопа вам будет рвать ну просто нереально Особенно скилловым игрокам, для которых хорошее комфортное орудие Это не пустой звук, а один из важнейших параметров По игре могу дать такой совет Будучи в топе, с пятерками, с шестерками Не останавливайтесь ни на секунду Давите противников и навязывайте свой геймплей Там броня вам поможет и простит многое В боях с одними семерками будьте осторожнее И не делайте лишних выкатов А то получите урон, а в ответ по классике промахнетесь Ну и если вы размениваетесь, то всегда сводитесь до конца И в принципе старайтесь держать противников близко к себе Но при этом за каким-либо препятствием Это наилучший для вас расклад будет Ну а будучи с восьмерками, девятками Просто, ребят, не лезьте на них Ну, вы им практически ничего не сделаете Поэтому куда-то ехать Исключительно в сопровождении ваших высокоуровневых коллег И уже отыгрывать от них и на них Ну и помогать им как можем Как-то так Ну и к вопросу, стоит ли покупать этот танк Да, конечно, не стоит Это не та покупка, которая принесет вам радость Только одно разочарование Да, на ИС-2 не надо думать Да, это простой достаточно танк Но радостных и положительных эмоций Особенно с такой-то пушкой Он вам много не принесет На седьмом уровне есть интересные машинки С уникальным геймплеем Вроде АТ-15, Скорпиона, АМХ-13-57 Ну и просто добротные танки в лице Кингтайгера Правда, он только по подписке за Твич Прайм Но он того стоит Учитывая, сколько там еще машин насыпают в аренду Поэтому ИС-2, увы, стал для меня разочарованием Которое на фоне ИСа-1 Не серый кардинал А лишь серая не самая удачная пародия Как-то так Ну, а у меня на сегодня все Пишите, есть ли у вас этот танк в ангаре И как вы на нем отыгрываете Ну и как всегда Ставьте лайки, подписывайтесь И увидимся в следующих видосах Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok